За нашими спинами находится та самая мобильная установка, которую могут на хозяйстве пригласить для того, чтобы она сделала более профессиональное нанесение. Как вы можете заметить, тут стоит два бака. Это две линии нанесения, то есть мы можем инокулировать и осуществлять обработку протравителем из разных емкостей в разное время. Если мы говорим о бережности обработки, почему именно для сои это важно, транспортер выполнен из резины, что уменьшает травмируемость семенного материала. Как раз то, что мы с вами увидели на том эксперименте. Прекрасно. Это как раз ключевые вещи, которые позволяют нам говорить о качестве. Конечно. А давайте посмотрим, как это происходит в реальном времени. Вот мне хочется, что мы можем ее с вами запустить и нанести. Конечно, мы можем. Давайте. Илья, ну что ж, результат, который у нас получился. Расскажите, чем он принципиально отличается от того, что хозяйство может делать у себя? Принципиальное отличие в минимальной травмированности семенного материала. Отсутствие колотых семен, практически, травмированных. Это снижение препарата, потраченного в никуда для осуществления обработки изначально колотого или поврежденного материала. Ага. Если мы говорим о других машинах. Я вот могу теперь вот так. Сделать так. Хочется водорубку запустить. Гляньте, какая красота у нас. То есть мы получаем в хозяйстве качество максимально приближенное к заводскому. Все, что называется, зависит от хозяйства. Это сильно варьируется от условий, которые готовы нам предложить уже непосредственно на хозяйстве. То есть количество погрузчиков, людей. Все это немного влияет. Но те цифры, на которые мы можем ориентироваться, это от 25 до 31-32 тонн в день. В зависимости, опять же, и от количества линий нанесения. Инокулируемые семена, не инокулируем. Все это влияет. Но у нас также есть решение и для больших объемов, которые мы можем осуществлять обработку в день. Можно осуществлять 25 тонн в час на нашем другом мобильном комплексе под названием Beagle. Это поточный комплекс, также с двумя линиями нанесения, также с резиновым конвейером, что понижает травматичность соев.